Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня в пользу Бройзли. Штрэээбух! Блин, капец, жрать охота. Тааак. Я не понял. Я в шоке, капец, живот урчит, ребят, послушайте. Что делать? Жрать-то хочется, а еды нет. А стоп. У меня же на балконе огромное количество еды из помойки. И сейчас я приступлю к дегустации. Очень хочется уже насытиться едой из помойки. Ну а с вами Штрээбух. Я дарю вторую жизнь еде из помойки. Погнали. Блин, это просто офигенно. Вы посмотрите, какое большое количество еды она собирала в помойках. Офигенно. Сейчас буду кайфовать. Сонечка, садись. Да вот сюда, садись. Что же первое-то вкусить? Ребятки, на самом деле очень страшно. Вот, допустим, посмотрите на эту курочку. Какое у нее состояние. Я просто в шоке. Не, ну если я это схаваю, я точно протяну педали и вперед ногами уеду. В морг. Курочку в помойку. Очень обидно. Хотя она, кстати, лежала в холодильнике, но тем не менее пропала. Вот еще одна есть курочка. Тоже из магазина. Лента. Самое большое количество этой еды я нашел в помойке ленты. Не осмелился бы это хавать, ребят. Это точно, блин, фуникулез, пердукулез. Это можно протянуть педали просто мигом. Итак, здесь еще есть вот какая-то хрень непонятная. Тут, кстати, вот что-то было когда-то написано, но этих надписей уже не стало. Видимо, они... Ребят, это пиздец. Дай Соню понюхай. Тупо дохлятиной воняет. Это нереально, просто это пиздец. А что тут еще есть, ребятки? Зацените, какой-то в пачке салат. Но, к сожалению, ребят, у меня нет такого большого холодильника, чтобы эту еду хранить. И пока я эту еду скапливал здесь на балконе, большое количество еды уже померло. Салатик был когда-то нормальный, но тоже сгнил, как видите. Очень обидно. Походу, мне пора обзаводиться личным холодильником для того, чтобы копить еду из помойки. А живот урчит, как и раньше. Уже пора что-нибудь похавать нормальное. Куриная отбивная в сыре лоток. Вся в плесени. Чем пахнет? А пахнет. Вкусно. О-хо-хо-хо. Ребятки. Том-ям. Что, давайте пробовать. У меня, кстати, тут большое количество есть ложечек и вылочек вот здесь. Оп. Па-а-а. Пфф. Пфф. Ребят, он скис, пиздец. Попробуй. Соня не одобряет. Еще есть ряженочка. Веселый молочник. Ммм. Я так и знал, что с ряженкой будет все отлично. Ну, по запаху, по крайней мере, нормальное, но на вкус она как вода. Херовая, короче, какая-то. Подозрительная. Ребят, помойка кормит не только меня, но и Соню. Итак, есть еще пару бананчиков. Но вот этому банану, откровенно, очень плохо. Посмотрите, тут даже плесень есть двух цветов. Белая и зеленая. Гнилые вот такие подгнившие слегка бананчики, они наоборот вкуснее, чем те, которые в магазине продаются. То есть вот это уже намного будет вкусненько, чем обычные бананы. Что сказать, банан охуенный, ребятки. Помойка кормит, как обычно. Еще знаете, что есть? Есть еще вот такие грибочечки. Зацените, походу, шампиньоны. О-о-о-о, ребятки, а крышечка-то пшикнула. Кстати, пахнет вообще офигенно. Настя, как определить пропавшие грибы? На вкус вроде бы изумительные. Кефирчик, ребятки, свежее завтра. Бережное сохранение для вас. То есть это типа они хранили в помойке этот кефир для меня. Спасибо. Срок годности до 19 сентября, а сейчас уже 24. Не, ребятки, тут просраться можно стопудово. А еще соль находил. Хлебец квадратный. И вот еще есть какая-то фототигами количество. Непонятно, короче, тут замазано. Непонятно вообще, что это такое. Но здесь большое пятно из плесени. Опа! Снэк с ветчиной. Ой, нет, там по-любому ветчина эта протухла. Капец, ребят, этот сыр горький. Опа! Еще какой-то круассанчик. Походу с вишневой начиночкой. Блядь, заебумба, блядь. Я круассаны вообще обожаю. Но он, походу, тоже с каким-то сыром. Или это сладенькое что-то, наполнитель этот. Сейчас проверим. Ммм, а это, ребятки, крем. Охуенно. Как помоешь кормить, охуенно. Сытно. Булки это высшая благодать. Только я не пойму, почему я сладкое начал есть. Просто не удержался. Вообще, надо начинать всегда с первых блюд. Здесь у нас есть вот такой отборщик. Слушайте, ребят, по запаху не могу даже сказать, нормальный он или нет. Нужно пробовать. У меня, ребят, он под подозрением. В принципе, более-менее нормальный. Но изготовлен 17-го числа. Сейчас 24-е. Ты долбой, ёб. Ребятки, бочек, блядь, охуенный пиздец. И так. Чего ты? Иди сюда. Смотри. Смотри, смотри. Какая активия стоит. Я ебал там, ебала. Выгодная цена написана. Ебать, для кого-то выгодная. Мне-то бесплатно из кормушки. За ебомба дано. Он 870 грамм. Так, срок годности до 30-го 0-8-го. Нет. Хуйня, ребятки. От такой активии хуй опустится. Так, ещё есть вот такой квадратик. Когда на помойке ленты на стриме я такие нашёл. Я прям там на базе сразу продегустировал. В принципе, квадратик был нормальный. Но вот этот, походу, он вишнёвый. Вишнёвый квадратик. Хорошо. Очень хорошо. Меня это радует. А, не, он с черничкой, ребятки. Я думал, с вишней, но с черничкой, с чечевичкой. У меня к этой слойке есть комплект дополнительный. Детская ряженка с черникой огуша. Почаще находить такую огушу, чтобы крылышки вот такие были от этой огуши. И силы мои возрастали вместе с моими крылышками. Ммм. А ещё, я смотрю, тут и есть яички. Омега-3 яркий желток. Это очень опасная тема, потому что они содержат много яиц. Вот. Поэтому яйца пить и кушать просроченные опасно. Не вздумайте за мной повторять вообще, блин. Если я ем из помойки, это не значит, что вы можете тоже, как я есть. У меня-то иммунитет, желудок с детства, блядь, по помойкам шастаю, жру оттуда, блядь. Прям не отходя от кассы, я помню, ребятки, как-то раз нашёл куриные косточки. И я обгладывал вот эти хрящики. Прям вот тут облокотился на мусорный бак. И вот охуярил, блядь, эти косточки, нахуй, как обычный бомж. Ну, потому что в подвале живочек, по кайфу, блядь. Так. Пахнет, ну, в принципе, обычное яйцо. У меня, кстати, тут была соличка где-то. Сейчас я сначала продегустирую. Ммм, хорошенькое. Вот так вот тут. Ребят, яйца без соли пить это как, блядь, без квасоли. Кхья. Что это там плавает? Там, походу, зародыш. Гомункул или что это? Вот он, вот он, вот сердце. Сердце уже зародыша. Я в шоке. Это был бы птенец, но я его наполовину выпил и убил. Это очень, очень жестоко, ребят. Вот, исландская печень трески натуральная. Офигеть. Еще есть килечка черноморская в томатном соусе. Ебать. А еще есть, зацените, что такое. Рагу в тихоокеанских лососевых рыб. Консервные рыбные. Ребят, очень хочется похавать нормально, блядь, наконец-то. Уже рыбки, блядь. Ммм. Блядь, ебать, воняет, пиздец. Тут можно педали откинуть. Я не буду, пожалуй, это хавать. Смотрите, Соня на запах рыбы идет. Рагу ненормальная, но есть исландская печень трески. Опа. Так она даже не просрочена. Срок годности до 23-го года. Я ебал там у ебала, блядь. Что, пора дегустировать печеночку, ребят? Тресочки, блядь, непросроченную. Офигеть. Ну, слушайте, как-то по виду она что-то не особо аппетитно выглядит. Ну, Сонечка, попробуй. Ой, как вкусно. Укусно, ребятки. Помойка кормит меня и мою кошку. Фу, ребят, ну это залупа какая-то конская. Эту хуйню только чисто на хлеб мазать. А это уже песенка, ребятки. Очень хорошая. Зацените. Горбани, Мазарелла, 20 мини. Срок годности до 19-го, 0-9-го. Сейчас 24-е. Ребятки, давайте посмотрим. Как это вообще моцарелла эта хуйня, блядь. Это дорого, походу, стоят эти моцареллы все в магазине. Опа. Да еба народ, блядь. О, да. Интересно, это вкусный сыр или нет? Просто никогда не пробовал. Сука, он пропал, походу, я не знаю. Но запах, конечно, отвратительный, пипец. Ребят, не знаю, тут какой-то котях маленький плавает. Он горчит. Сыр горький, капец, представляете? Так, я вижу, смотрите что. Тульский пряник. Ну, он мягкий, по-любому нормальный. Это вкусладский. Еще один тульский пряничек. Опа. Вот это уже нормальная тема. Зацените, сметанка, веселый молочник, 15%. Запечатанная. Сметана офигенная, ребят. Еще вторую ложечку, ребятки, за ваше здоровье. Ушла Сонечка, ребятки. Так, здесь еще есть какой-то медовик. Зацените, сколько их штук. Есть вот три медовика. Вот, и четвертый. Запах, ну, такой себе, знаете, ну, засохший медовичок. Вот, но я это хавать не буду, потому что сладкого тут и так очень много. А я хочу что-нибудь, ну, посытиться. Очень хочется уже перейти к десерту. Так что, в принципе, здесь осталось только попробовать вот такой вот крем-суп сырный. Но он уже вздулся. И, походу, он уже пропал. Не, ребятки, уже все. Пожалуй, обратно закрою. И вот сюда. В этот пакетик. На помоечку. Киви и маслины. Мюсли, активия, заряд пребиотиков. Заебумба, блять. Йогурт запечатанный. Смотрите. Ммм, вкусный. Эту ложечку, ребятки, за вас. За то, что вы поставили лайк этому видосу. Ну, и подписались на мой канал. Ак. А это что такое? Ммм, вазелинчик. Оставлю его себе. Буду смазывать. Половой пенис. Вафельки, ребятки, зацените. Мягкие суфле, елку, дядя, оладушкины. Суфле с натуральной черникой. Все ебись. Две штучки здесь. Годен 90 суток. Срок приготовления. Хуй денайдыш. Да, и в принципе, похуй. Вот. Упаковка вся зарыганная. Воняет. Очень, очень хорошо. Смотрите, что внутри. Здесь, короче, вот такие вот хуйни, блять, из теста. И по центру начинка. Все. Ну, типа, вот. Все, что мы получаем за то, что мы... Что я несу, блять? Охуенно. Я думаю, пора приступать к сладкому. Вы просто посмотрите на эти десерты. Я в шоке, блять. Охуенно. Вот этого я ждал все видео. Во-первых, зацените Несквик какой. Супер цена. Несквик дуо. Заяц, зубы, шарики, миска, витамины и железо. Блять, хуй зачесался, пиздец. Настя, ну зачем ты это снимаешь? Все, мандовушки завелись. Не знаешь, что это надо снимать. Вы посмотрите на этот Несквик. Он, блин, походу офигенный. Главное, чтобы внутри не было червей. Потому что они там могут быть. Фу, воняет очень жестким просроком. В общем, ребят, вот этот Несквик я бы не стал хавать. Он очень жестко воняет старьем. Вот это, ребятки. Это просто заебумба. Очень хочется вот это уже поскорее попробовать. Я никогда такое не ел. Офигеть. И вроде бы этот шоколад дорогой. Стоит он вот столько. Посмотрите. Офигеть. А мне бесплатно из помойки. Просто сказка, ребятки, блин. Капец. 100 грамм шоколада. И он сделан в виде вот такого треугольника. Офигенно. Он еще и белый. Офигеть. Капец, он пахнет офигенно. Я в шоке. Пористый шоколад. Очень вкусный. Капец, помойка балует офигенным белым шоколадом. Ребятки. Зацените халва. Срок годности до 17 числа. Пахнет халвой. Взяли, бюмба. Не пизда ей. Ребят, я думал, все с ней будет нормально, но нет. Оказывается, халва реально может пропасть. Она очень сильно горчит. Оставлю конкурентам, которые найдут это в помоечке. Наверное, кайфануть. А вообще, очень будет вкусно им. Пацаны и девчонки. Вот это просто сказка. Бон пари. Страна единорогов. Жевательный, фигурный, со вкусом фруктов мармелад. Офигеть. Даже не просрочит. До 29-го, 11-го, 2020-го года. Ля какое. Ребятки, ля. Охуеть. Очень мягенький. Вот это завтрак у меня просто восхитительный. Зацените, что это. Какие-то по-любому жевательные конфеты. 180 грамм. Ох ты. Да, ребят, жвачка. Сразу чувствует запах. Помойка дарит жвачки, очень вкусные. А вот и шоколадочки, ребятки, подъехали. Зацените, какая огромная. Альпенгольд. Начинка со вкусом капучино. Ну, правда, полуплитки. Еще один альпенгольд. Соленый миндаль с карамелью. Еще одна шоколадочка. Комунарка. Еще одна шоколадочка. Россия. Кофе с молоком. Еще одна шоколадочка. Шоколад особый. Пипец. Блин, офигеть. Помойка дарит тупо шоколадки офигенные. Еще одна. Россия, карамель, арахис. Я ебал, тому ебало, блядь. Нихуя себе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь шоколадок. Просто жесть. Ну, это еще не считает амблерончика. Офигеть. То есть, кто-то его хавал, по-моему, не доел. В итоге, блядь, походу, не сумел. И выкинул полплитки шоколада в помойку. Я очень люблю тех людей, которые выкидывают вкусненькую еду. Шоколадочка. Даже, смотрите, шоколад не белый. Обычного цвета, значит, все с ним заебись. Обычно, если шоколад просочить, он начинает белеть. Обычный шоколад вкусный. Я думаю, смысла нет в сети каждую по отдельности дегустировать. Надо пробовать самое вкусное, самое охуенное. Шоколад горький, десертный, с начинкой коммунарка, с клубничным соком. Офигеть. Такое я еще никогда не пробовал. Годен до, смотрите. Смотрите, годен до 23-го, 10-го, 2019-го года. Ух ты. Смотрите. Оно все поделено по кусочкам. Кстати, цвет вообще изумительный. Смотрите, какой темный. Шоколад даже не побелел от возраста. Ну ты какой-то мармелада-повидло, короче. С тамблероном, конечно, не сравнить. Тут такое разнообразие конфет в этом пакете. Как будто их на кладбище насобирали. Ирония иммунитета. Офигеть, это как. Питательный батончик, походу, для качков, чтобы крыльшки росли. С этим, с протеином, наверное. Угу. Ну, очень сильно засохший, блин. Видно, сразу долго лежал. Леди День. Офигеть. Конфеты с черносливом. Еще одна. Инжир. Крем-малина, шоколада с арахисом. Я в шоке, ребят. Вот какие-то здоровенные просто пиздец конфеты. Феникс с орехом. Офигеть. Не, ну это очень интересно. Давайте посмотрим вот это вот. Угу. Да, ребят, реально. Бляйк. Засними, червяк. Засними, пипец, блядь. Тупо червяк, ребят, ползет. Я ебал там у ебала, блядь. Пиздец. Пиздец. Просто чуть, блядь, конфету с мясом не схавал. Я в шоке, ребята. Я уже начал жевать это все дело. Вот так и, ребятки, бывает на помоечке. Когда найдешь что-нибудь шоколадненькое, вкусненькое, и тут незначай вместе с шоколадом еще мясо похавал. Еще есть сливочки, ребятки, идеально для соуса. Смотрите, шеф, сливки 23%. Годен до 15-го, 0-8-го. Ну это просто пиздец. В принципе, нормально, кстати. Помойка дарит сливки. Ну а теперь, братва, пожалуй, самое интересное. Соус хайн шоколадный никогда в жизни не пробовал. То есть, по сути, это как будто шоколад должен быть же. Ну да. Шоколадик, ребят. Какими-то кусочками непонятными. Тут какая-то дополнительный бонус. Волосня. Хуй вы знает, блядь. Хуй да найдешь этот сырогодности. Вообще похуй. На вкус вкусно. Вы просто посмотрите, сколько их, блин. Тут килограмма, наверное, 3 конфет желательных. Посмотрите, апельсиновые, лимонные, вишневые. Клубничные. Капец, сколько жевательных конфет. Я в шоке, блин. Помойка. Ребят, балует. Смотрите, как радует. Они еще и все какие-то липкие. Упаковка у них липкая. И срок годности до 17.02.2019 года. Тупо буду их жевать постоянно вместо жвачек. За компуктером сидеть, кайфовать, блядь. Очень вкусно, ребят. Ну, на этой вкусненькой ноте, ребят. Я подведу итоги по этому обзору на еду из помойки. Самое главное, что я понял. Еду нужно хоронить в холодильнике, которую я нахожу. Сразу то убирать. Потому что она на балконе пропадает. В этом обзоре очень много было гнилятины. Но, тем не менее, радует то, что сладенькое. Хотя бы у меня осталось и на десертик. Просто заебумба. Вот эти желательные конфеты. Шоколад тамблерон. Все очень вкусное. Помойка очень балует, радует. Всем спасибо за ваш просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, в какой холодильник мне купить. Для хранения еды из помойки. Ну, а с вами был Штрябух. Встретимся в следующих видосах. Ну, и на стримах там. Где я буду искать находки. Подпишитесь на канал. Помоечка кормит. Мау.